Производство пилотной партии «Ладо Веста» стартовало на «Ижавто», «Газета», «Ру», «Автомобили». Алина Распопова «Тестовое производство» «Ладо Веста» стартовало в «Ижавске» на мощности «Хавтоваза». В серию новинка пойдет с 25 сентября, после чего до конца года будет собрано до 5000 серийных экземпляров. Президент компании «Бу Андерсон» уверен, что конкурентно способная цена для «Веста» 400-550 тысяч рубль, но какой она окажется в итоге, пока не ясно. Чтобы лучше контролировать производственный процесс, «Швед» на несколько месяцев переедет из Тольятти в «Ижавск». В пятницу в ходе торжественной церемонии, посвященной началу производства, журналистам продемонстрировали восхождение на конвейер автомобиля в цветику за валидниковый период. Всего палитра красок «Седана» может обзавестись 18 цветами, но на первом этапе будут предложены лишь три цветовых решения. До мая на автозаводе в «Ижавске» будет собрано 300 тестовых экземпляров «Веста». Все они пройдут тщательные дорожные испытания и краш-тесты. Запуску модели не помешал серьезный пожар, который произошел на «Ижавто» 3 января. Инцидент случился в покрасочном цехе, где и должны были проводиться работы «С». Однако сотрудникам предприятия удалось подчинить пострадавшее оборудование и не сорвать сроки. Старт серийного производства, несмотря на ухудшение экономической ситуации в России, не откладывается. 25 сентября 2015 года. Всю важность запуска «Веста» для «АвтоВАЗа» подчеркнуло заявление президента компании «Бу Андерсона» о том, что он собирается переехать в «Ижавск» на три месяца, с июня по август. «Одна из главных задач, которую ему нужно будет решить – ускорение работ по повышению качества модели. Если качество будет идеальным, то в этом году мы соберем 5000 машин», – сказал глава «АвтоВАЗа». Если нет, то меньше. При выходе на проектную мощность «АвтоВАЗ» будет выпускать более 100 тысяч автомобилей «Веста» в год. Как пояснила газета «РУ» руководитель проекта «ЛАДА Веста» Кристина Дубинина, автомобили будут производиться партиями в количестве 80 штук. «Веста» доехала до конвейера первый кузов с совершенно новой моделью бренда «ЛАДА». «Седана» «Веста» был сварен и окрашен на заводе «АвтоВАЗа» в «Ижавске». Каждая последующая партия будет отличаться качеством и уровнем доработки благодаря работе поставщиков», – рассказала Дубинина. Тестовые экземпляры будут собираться вплоть до мая, а затем на конвейер встанут уже почти прицерийные машины. Они называются «ПСП-1» и «ПСП-2». Пилотные модели пойдут на валидацию, дорожные испытания, краш-тесты. «Благодаря этому мы будем понимать, насколько продукт отвечает нашим требованиям». По словам еще одного представителя компании, на первых порах работы обязательно будут проблемы. Для этого и нужна валидация. Будут составляться экшн-планы по каждой из проблем. «Сейчас люди собирают машину по бумажке, сверяются со схемами, поэтому должно уйти некоторое время на их обучение», – отметил высокопоставленный сотрудник «АвтоВАЗа». Сборка моделей ведется на новой линии, которая спроектирована по стандартам Альянса. Такая технология позволяет собирать на одной линии сразу несколько автомобилей, построенных на разных платформах. Отметим, что сейчас на конвейере Выжевске уже собирают автомобили «Ниссан Сентра» и «Ладо Гранта». С началом выпуска «Ладо Веста» «Ижавто» станет единственным заводом, производящим на одной сборочной линии автомобили, построенные на трех платформах. По словам представителя компании, конструкция «Веста» позволяет вести ее производство и на конвейере в Тольятти. Отметим, что, согласно планам на 2014 год, на «Ижавто» должны были собрать не более 80 тысяч автомобилей. При планах 100 тысяч «Веста» в год возникают соответствующие вопросы о переносе производства на площадку в Тольятти. Однако, судя по комментарию Андерсона, в ближайшее время «Веста» в Тольятти не пропишется. «Когда около года назад я пришел на автоваз, производство «Веста» планировалось именно здесь», — рассказал Андерсон. «И когда я спросил о том, где же цеха покраски и сборки, то мне сказали, что все они строятся. Мы собирались выводить на рынок автомобиль, и на заводе ничего не было для этого построено. Площадка в Ижавске отличается большей гибкостью по сравнению с Толейцинской, где сейчас активно готовятся к запуску модели. Именно поэтому сюда переедет вся производственная команда. Люди шокированы новым дизайном. Концепту «Седана» и «Кроссовера» стали одними из хитов московского автосалона. Их презентация на шоу признана лучшей. Когда автомобили. Говоря о цене автомобиля, Андерсон признался, что в настоящее время назвать ее точно не получится. На заводе ведется постоянная работа по этому вопросу, анализ рынка и конкурентов. При этом он пообещал, что автомобиль станет самым выгодным предложением на рынке и автоваз сможет предложить машину гольф-класса по стоимости машины из V-сегмента. «Ежедневно я слежу за ситуацией, изучаю отчеты дилеров», – сказал руководитель автоваза. Сейчас это философский вопрос. Если взять цены конкурентов, вы увидите их в диапазоне от 400 тысяч до 550 тысяч рубль. Чтобы быть конкурентно способными, мы должны ориентироваться на этот коридор. Напомним, что Lada Vesta строится на платформе Lada B, которую планируется развить до сегмента S. Модель будет оснащаться двумя типами коробок-передач – механической и роботизированной. Модель будет выпускаться в трех комплектациях – стандарт, норма и люкс. Комментарии. Продолжение следует...